что каждый раз выкладываю выловливать а я сейчас не ловлю снимаю я нас снимаю всем привет всем привет мы едем он едет за соляркой потому что он будет косить сено до тех пор пока не полетят мухи ой приехали упс дорожной работы там через двор можно объехать вот а мне нужно купить ребенку стилус нот которым на телефоне рисует почему ему нравится рисовать а у нас не продают вот и он делает сам из фольги ну короче им обещала вчера в городе забыла посмотреть потому что я ездила вчера в город к старшему сыну он у меня на практике на пассажирском теплоходе а может нас вот здесь день высадите или обязательно к остановке там на 200 вот там вот 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 там где он начинается речной вокзал да если есть там проход там нас высадите если можно здесь или чуть дальше еще здесь можно сейчас мы здесь пройдем спасибо большое здесь у нас волгоградская филармония нам нужно по пройти вниз потому что наше судно наше судно стоит вот здесь внизу забор в чат понаставили а зачем а это значит не рухнули я горю я теперь умная как бешеная мамаша ведь какие у меня турбочки здесь шлепки которые я все таки купила а здесь всякие сласти конфетки сок ведут еще чипсики пряники все что нравится моему сыночку сами понимаете бешеная мамаша вот она в судно вот он стоит дымит это максим у нас сидит а я сверху на него не смотрела кстати я в тот раз была вот и мы смотрели на него снизу еще швартовались так интересно было якоря не выбрасывали потом пришли газель разгружали я считала сколько мешков капусты на судно идет и сколько картошки и чем они там стирают это не оказывается на судне тайдом вот это их машина в общем короче говоря там три двигателя три двигателя дизельных судно старое в машинном отделении жарко он сказал потом где-то сидит ничего себе ничего себе грань как дымит дымовуха и вот он нас там они живут очень на судне по московскому времени и у него вахта до 4 часов по москве значит до 5 по местному пойдем вниз спустимся а вниз вон лестница так у них вахт там строго давай снимем сверху смотри народ никого нет все пассажиры ушли на экскурсии и дали и волга как низко вот они а еще разгружают а я руках ненормальная очень все свободные от вахты эти практиканты они разгружают он ведь курицу потащили ведь только не уронить телефон туда представь накроется медным тазом мой youtube и мне повезло вот эти парни в тот раз тоже грузили меня снимать конечно я тоже знаю с максимина группы в общем короче мой сидит в машине практикует вот обеспечивать что вот этот дымовуха дымит а свободные от вахты вот тот пацан разгружал в тот раз разгружали короче машины вот он в тот вас было три газели они разгружали когда горит максим я попадал на разгрузку было пять газели в общем что тут говорить мускулы пацаны наращивают ящики такие потаскай попробуй тяжеловато а стоять будут но они в три часа по волгограду приехал приехали пришли это в 4 а в три часа по волгограду и уйдут они в 7 до народ пошел на экскурсии на мамаев курган там везде ночью куда можно пойти их повезли туда группами вот она сейчас освободится в 5 получается по местному у нас где-то часа полтора будет что пойти там на набережную посидеть наверху не знаю мне нравится я поехал но такие билеты дорогие на этот круиз три дня от 5000 от 5000 самые дешевые каюты где-то там короче говоря внизу внизу но естественно они там четырехместные еще как селедки в бочке я бы хотел вот такую каюту вот с кондиционером вот на верхних палубах они там шлюпочная по моему тут называется главная палуба это вот который вот где написано александр невский по моему это главная палуба вот по нижней окажется палуба считается вот эта шлюпочная палуба больше ничего не знаю друзья если вы думаете что я одна такая бешеная мамаш ничего подобного вот этот вся лавочка сидит такие же как и мы к практикантам приехали у всех такие же баулы смотрите соки конфетки я это купила несколько короче говоря подушечки ну извините пускай они уже взрослые мужики считают чем-то по 18 с половиной лету тут всякие зефирчики но мы же маму пока можем мы за ними ухаживаем и ничуть не жалею сколько могу столько буду есть не так часто конечно я у него не было уже две недели и ему приятно и мне приятно в этот раз сестру с собой взяли она меня будет снимать в тот раз брата а сегодня сестру смысле мою дочь мы стоим здесь уже ну наверно минут 25 и вот они все таскают и таскают и таскают вон суки какие-то пацаны вообще замучились я же говорю в тот раз к этому времени уже все освободились и пошли гулять а это прям что-то много сегодня машин и он еще подошли люди родители с морями все любят свои девочки ну и все дождались мы наконец тут еще проверки были еле-еле метод сын сама рассказывает как кораблем рулит как руль там оказывается я думаю что штурвалом таким круглым он год кнопками как кнопками кнопками вот кнопками расскажи людям как кнопку нажимаешь там стоит указать на сколько градусов отклоняется роль и вот искать 10 градусов ты нажал до 10 дошел все это отпустил ну сказали на ноль ты другую кнопку нажал он тебя обратно короче говоря оказывает судно управляется не рулем а кнопками что уже может быть джойстик может быть маленькая вот такое колесико тысяч вот этого штурвала нет уже что угодно уже можно поставить это же электронная там тупо приемника там уже электромотор крутит а как на электромотор подавать сигнал уже без разницы хоть кнопкой хоть штурвалом хоть чем угодно а чем постоянно будет чего не выключаете двигатель дизель-генератор дизель-генератор который ток подает вырабатывает вы чего она проходит так много сжираете я уже второй раз приезжаю бедные пацаны грузит и грузит грузит и грузит 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 а грузит да понятно что пассажиры считаем и сколько несколько может недели две не а вы только волгограде загружаете где еще бывает на основном тут а бывает вообще по пути где-нибудь у них очень круиз выработан так расписание что они идут и каждый день они останавливаются в каком-нибудь городе на несколько часов вот прям каждый день они саратова дошли буквально часа за 22 я по расписанию смотрела и сейчас опять идут в саратов а после саратова я чет не знаю куда вы но не по-моему не вниз дальше туда в ту степь вы будете где-то дней через 10 теперь 15 но 15 здесь смотрю родители сколько все с суммарями все все прикормлены ты у меня похудел 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 вот здесь конечно верху хорошо мы посмотрели как причаливает москва за хочу сказать мне хочется в круиз хотя это стоит дорого но мало того что это дорого стоит еще и мест нет еще говорят что у нас сейчас люди как бы бедно живет ничего подобного круиз весь раскуплен вот если вы сейчас захотите сесть на этот теплоход и куда-то там отлыть хотя несколько человек там все-таки садилось человек семь наверное но мест если вы не хотите вот ехать в ехать в смысле идти вот в этих жить в нижних каютах то тяжело найти билетики то есть люди у нас на самом деле путешествуют у меня сына понравилась по средней полосе они говорят сказанием по моему пока ми они шли и говорят там такие камни красивые берега такие лесистые то есть интереснее чем вот у нас где степи ну может быть просто мы к ним привыкли как бы мы сами видите берега то у нас посмотреть в принципе может сказать и не на что но всем случае на матангат камни такие вот леса елки для ножи елка это дефицит это средний полосе у вас елки растут самосевом а мы нет для нас каждая елка на вес золота мы их покупаем сажаем ухаживаем если там такие красивые шишки то мы на них глазеем вот такими глазами вот как-то так глянь фонтанчик мы все мы идем на остановку общественного транспорта сейчас вызываю такси и еду на вокзал стоит это у нас 100 рублей 2 усилий как здорово не знаю мне нравится так просто прогуливаться вот с фонтанчиком мороженое поесть хочешь мороженого я не люблю мороженое больше мы пойдем надеюсь он тут есть пиво пивом где сядем здесь вот вот столик около водички прям побуду не хочешь ну что дорогие друзья здорово же да вот все таки знаете живем в деревне да блин эта музыка заколебала живем говорю мы в деревне держим коров но очень хорошо когда вот так вот мы можем приехать и позволить себе посидеть в том же сам кафе не знают нас сейчас посиделки я так думаю нам обойдутся чуть больше чем в тысячу лишь что это замолчало я считаю что в принципе не так дорого мы взяли мороженое тут еще мы взяли очень когда все принесут посмотрим посмотрим не знаю мне нравится прошел так выбираться отдыхаешь душой отдыхаешь это хорошо правильно друзья ну это конечно да вот эта порция я это не съем никогда в жизни при всех моих аппетитов мне четвертин оба от этого хватило хоть сумку высыпай с собой забирай у меня дочь сидит в тихом шоке ты это съешь огромные порции вообще огромнейшие уже не столько насыпали если вот такой коктейль огромнейший дочки апельсиновый фреш я еще с дур заказала картошку фри мама вкусно фета на и лучше ну скажем так ладно не хуже здесь очень красиво вот мы сейчас вышли на нижнюю набережную наверное так называется сожалению нет уже времени чтобы пройти туда видите где зеленая зона там на самом деле классно но в тот раз когда я приезжала мы с сыном там сидели на лавочках там очень красиво но в следующий раз когда я здесь буду я здесь буду через 10 дней судя по всему я вам обязательно сниму здорово красиво мне понравилось и отдохнули вроде бы хорошо и снимаю я вам против света вы ничего не рассмотрели и народу здесь много гуляет в общем пока мы приехали за соляркой пока у меня есть время явно хочу хочу рассказать я вам хочу поделиться своими мыслями по поводу того что дети в многодетных семьях когда их много они очень часто лишены детства я сейчас скажу почему потому что они вынуждены смотреть за своими братьями и сестрами в то время когда у детей могут быть свои планы то есть понимаете у тех детей конечно которые постарше на которых можно закинуть родители закидывает вот этих вот мелких то есть когда у тех уже вырабатывает соответственность соответственно своему возрасту и может на речку охота и может с друзьями хочется и может хочется поиграть в компьютеры в компьютерных играх либо вообще просто почитать книжку либо просто погулять так как родители в основном многодетные люди не богатые вот и они должны зарабатывать деньги то естественно вот это все уход за детьми перекладывается на плечи более взрослых и что у нас получается интересно мне вот спросить у этих родителей когда по десятку рожаете вы спрашиваете у своих старших детей нужна им живая кукла для того чтобы они нянчили естественно никто не спрашивает и поэтому когда наш поберуха говорит что ей было тяжело с первыми тремя детьми когда они были маленькие и цеплялись за ее юбку а потом стало полегче ну прекрасно понятно почему полегче потому что эти вот эти которые стали постарше стали нянчить ее маленьких то есть это тем самым получается бесплатные няньки это я абсолютно точно говорю у меня у самой трое детей нет они у меня не прошли по такому пути вот они никого не нянчили у меня первые двое погода погодки я их сама нянчила а потом когда родился у меня младший сын между ними разница между ними разница 8 лет но я на них не перекладывал как бы он был один те тоже были взрослыми чем он висел только на моей шее поэтому от меня лично вы в этих грехах обвинить невозможно тем не менее вот эти вот большие семьи когда они не богаты и не могут нанять няньку например чтобы та сидела с их мелкими детьми нянчить детей естественно дети постарше я прям утверждаю что эти старшие дети лишены детства да 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 они отрабатывают они отрабатывают свою кормежку они отрабатывают свою одежду тем что сидят с младшими детьми пока родители в это время но хорошо если они деньги зарабатывают кто-то вообще баклуши бьет так чтобы так пишите что вы думаете по этому поводу я так думаю что это будет бешеное обсуждение потому что столько возмущенных будет столько возмущенных вы будете писать обязательно что найдутся такие которые будут писать что вот в многодетных семьях это их приучают к работе к труду, с малолетства. Ну да, ну да. Когда взваливают на них свою собственную ляльку, конечно. Бесплатная нянька – это обязательно приучение к труду, так как у поберухи. Теперь еще одно дело обнаружилось. Мало того, что мне нужно сыну младшему купить стилус, вот эту палку, которую по телефону рисуете. Звонит дочка, завтра у них практика, она забыла дома форму. Ну так, то к одному, то ко второму, то к третьему. По-другому никак не получается жить. Такой маленький. Сколько он стоит? 99. Давайте. Говядина на кости 350, а мякоть 470 стоит, оказывается. Я ему не покупала еще тетради по предметам. В общем, вот это для географии можно взять. Что тут у нас для геометрии, по химии. В общем, я все взяла. Он там с лошадью. Ученик не любит, когда тетрадь тяжелая. Тяжело таскать. И тем более у нас пятый класс, говорят, чтобы покупали такие 24-леста, одним словом. С этих тетрадочек, вот с машинками мы уже выросли. Карандаши, ручки, но это, естественно, я все уже давным-давно купила. Пластики, линейки. И я ему еще не купила пенал, но здесь выбора нет в этом сетевом. А вот это он не будет носить, скажут девчонки. У меня ребенок строго. Где девочка, где мальчик, он все это прекрасно знает. И чтобы вы не посчитали девчонку, он фиг возьмет. Не оденет ни за какие ковришки. Друзья, хотите честно? Я вот сама еду, сама снимаю видео, уже второй день. И понимаю, что я снимаю что-то не то. Одни разговоры какие-то, пустые балабольства. Ну и понимаете, блогер-то я деревенский, а получается никакой деревенской ароматики я вам не показываю. И вот пока мне повезло, мне повезло, пока мы едем туда на Покос, тут смотрите, какое огромное подсолнуховое поле. И мы специально заехали в Лощинку. Я мужу говорю, иди меня и сними в подсолнухах. Потому что я больше чем уверена, что вы в подсолнуховом поле были последний раз. Ну говорите, когда? Подсолнуховые, кукурузные поля. Вот я сейчас сюда зашла, так семечками пахнет. И у нас он везде, конечно, высушенный, что там говорить. А вот здесь в Лощинке, ой, Коль, смотри, какие тут подсолнухи, так здорово. Жалко, что они... Большие. Да, вот здесь большие. Ой, смотрите, какие. Нам не надо, мы ничего, естественно, срывать не будем. Зачем нам подсолнухи? Смотрите, какая прелесть. Но вам я обязательно хочу показать. Смотрите, как они шуршат. Вот, шуршат, шуршат. Семена мелкие. Но они же масличные. Не для того, чтобы грызть. Говорят, вот в таких, в мелких семенах, типа того, больше масла. А вот, смотрите, какой красавчик. И вот они, ну, все знают, что они поворачиваются прямо к солнцу. Сейчас у нас, наверное, время часов 11. Вот, смотрят, а восток у нас там. Здорово, да? Смотрите, какие поля подсолнуховые. А шуршат-то как. Прям шуршат-шуршат. У нас подсолнухи вообще выращивают. Хотя у нас жарко, конечно. Но растят. Растят. Кукурузу нет. Потому что кукуруза, ну, не вырастает без полива. Вообще не растет. Вот так. Классно, да? А вот там, если взобраться на прикол, там уже мелочь. Мы сейчас ехали. Совсем мелкие подсолнухи. Вот так. Видите, как я стараюсь ради вас. Здорово, да? Все равно приятно, но вот когда такие растения красивые растут, ты же понимаешь, что они еще, кроме всего прочего, они еще и полезные. Мы едим с них масло. Мне недавно в комментариях пишут, задали вопрос, что сейчас масло совсем не такое, как было раньше. На самом деле не такое. Вот если покупать масло в супермаркетах, оно и не пахнет. Ну, не такое. А вот мы, когда ездим по трассе, там у нас дальше километров 60, там заводы масличные, которые масло жмут. И фермеры есть. Вот там такое масло на разлив продают прям по трассе. Мы все время, если вот едем в ту сторону, обязательно берем масло, воя. Даже помню, кому-то в Ленинград, в смысле в Питер, отправляло наше масло, вот именно купольное такое, вот на трассе. Вот красивый подсолнух. Мы его уже снимали. Прелесть какая, да? Выклевали. Кто? А, выклевали, да. Видишь, он вверх стоит, шляпка вверх торчит, птицы прилетели и склевали. Раньше подсолнухи тряпками обматывали. Дома-ка. Дома-ка. Да, 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 да. Так, ладно, пошли, а то мы тут заблудились. А пахнет, вот когда подсолнухи рвешь, может помните такой запах? Смотрите, какая у нас сушь. Вон, земля, потрескалась. Видали? Вот какие подсолнушки. Я имела в виду мелочи. Смотрите, вот это что, подсолнушек. И тем не менее, он с семечками. А там вообще мякушка-то есть. Ну что, мой муж нашел себе вот такой покос. Прям, слушай, а тут трактор не перевернется на таком крутом. Здесь не будешь, но там дальше более такой пологий спуск. Ну, трава здесь дохлая. Там дальше есть хорошая, прям хорошая трава, но он туда не едет. Здесь мне не нравится. Что тут косить-то? Весной еще, может быть, а сейчас и в августе. Вон там нормально, наверное, где? Доехать, что ли? Ну вот прямо. Ничего там нет нормально. Вот где мы были, где коровы тогда бродячие бродили, мы нашли трех коров бродячих, между прочим, сбежали с хозяина. Вот, мы потом начали искать, чьи же коровы там броют. Нашелся вроде хозяин, но я еще не отзвонилась, не знаю, забрал у них, нет. Вот вы говорите, машину надо получше. Да зачем она? Вот зачем? В деревне сдалась хорошая машина, скажите. Вот едем мы на этой, она отлично себя на трассе чувствует. Вот видите, тут ветки. Машина поцарапается, но поцарапается и фиг с ней, понимаете? То есть мы на ней можем куда угодно и как угодно. По поводу того, что мы ездим на ней в городе, так мы не комплексуем, потому что мы приехали и уехали. Люди, которые как бы испытывают комплекс, но из-за того, что у них машины не такие хорошие, как у соседей, понятно, да? Берут кредит и покупают вот эти дорогие машины. Но я понимаю, почему это делается, потому что на самом деле, когда как бы у всех машина-то хорошая, а у тебя совсем фиговенькая. Конечно, тем более, ты живешь в городе, на Святофоре стоишь. У всех иномарки, а у тебя дрючпель. Да, я согласна, что нужна хорошая машина, а нам вот зачем, смотрите. Вот мы подъехали вообще без проблем, обломали ветки, и пофиг нам. Вот поэтому в деревне нужна машина такая, понимаете, которой не жалко. Нам ее нет, нам ее жалко, но не жалко. Вот здесь трава хорошая, но вот здесь страх, там, конечно, не заедешь. Сейчас, так, что-то куда-то мы приехали. Мы здесь, кстати, по этой дороге ни разу не... Похоже, нам надо разворачивать, или нет. Разворачиваться. Уже у вас есть. Поцарапали вот сейчас точно. Да нету дороги. Нет, нету. Вот, все, она кончилась. Разворачиваемся. Зато тут полярка, тут надо пешком пройтись, посмотреть. Посмотри. Вот сюда надо проехать, как раз. Кончилась. Немного. Вот сюда вот. 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 В этот просвет. Вот где чуть такое, ну, в смысле, тенистое место, там и трава есть. У меня муж, а он тюрист. Вот он едет, пока рогом не упрется. Я бы давно уже развернулся и поехала назад. Нету дальше дороги. Ага, туда, туда. А на трассу, где мы будем выезжать, туда, сюда. Там нету, где нету. Может быть, да, получились у нас сегодня покатушки. Вот этих кур я закрыла сегодня в сарае. У меня муж их взял и выпустил. А я сегодня хотела из них сделать лапшу. Потому что, потому что уже пора резать. Слишком много этих петухов. Время у нас много. Уже 12 час. Я зашла в кухню, потому что здесь прохладно, в моей летней кухне. Но сейчас буду вам рассказывать про многодетность дальше. Вот лично я почему, вот лично я почему рассуждаю по этому поводу. Потому что я сама многодетная. Ну, так как моему сыну сейчас уже зимой будет 19 лет. Ну, естественно, с меня статус многодетности уже сейчас сняли. Но я вам хочу сказать, что первых двух детей, они у меня, я уже говорила, что они по годке. Я растила сама вместе. С мужем нам никто не помогал. Ну, то есть я знаю, что такое, когда маленькие дети, и когда их много, больше одного, больше двух, там вот у меня в данном случае три. И я вам так хочу сказать, я твердо уверена, что детей нужно рожать столько, сколько может поднять, потянуть как бы сама женщина. Потому что очень часто такое бывает, что вроде бы вот живут в браке, нарожали детей, потом вдруг муж, что-то у него там случается с его мозгами, он кого-то встречает, уходит, и дети остаются с женщиной, потом они этому папаше не нужны. И начинается разговор о том, что он нас бросил. Просто таких на самом деле ситуаций, ну вот, каждая вторая ситуация, можно сказать, что именно про это. То же самое касается, и когда семья полная, рожать можно все-таки столько детей, сколько ты можешь вырастить, не перекладывая ответственности за это на другого человека, не лишая детей и их детства, не заставляя их выполнять твою собственную работу. Одно дело, когда им нужно помочь, потому что там родители не успевают, например, дать им пылесос, чтобы они пропылесосили или помыли пару тарелок, но я лично знаю семьи, где дети выполняют взрослую работу, причем делают ее систематически. На них возложено мыть там посуду, например, за всю семью, на других возложено, ну я не знаю, нянчиться с маленькими менять имя памперсы. Папа с мамой в это время зарабатывают деньги на всю ораву, которую они вокруг себя создали. Я против этого, потому что те дети, которые вынуждены работать вот эту взрослую работу, они проигрывают, у них нет детства. Вместо того, чтобы беситься, вместо того, чтобы играть со сверстниками или сидеть в том же самом интернете, ну то есть детство, понимаете, детство у них совсем не те заботы должны быть. В детстве дети не должны думать о том, что у тебя стоит куча посуды, у тебя там обосрался маленький братик, дети должны быть детьми, у них должно быть детство. Вот этой взрослой жизни с маленькими детьми, с пеленками, они еще нахлебаются, когда родят своих собственных. Поэтому, поэтому пишите комментарии, что вы про это, про все думаете. У нас же в данном случае время уже 12 часов, я сейчас переодеваюсь и начинаю убирать в своей сыроварне. Я уже просепарировала молоко, в общем, можно сказать, что я почти подготовилась к завтрашнему базару. Ну и на этом всем пока!